КАФЕДРА СВК Этот же официальный кафедральный курс КАФЕДРА СВК является спецкурсом для всего факультета. Ну и поскольку, как вы видите, мы с вами выходим в ютубчики, то в принципе смотреть может кто угодно. Скажу вам по секрету, что к выполнению домашних заданий, которые будут проверяться системой проведения М5 и Джадж, может подключиться тоже кто угодно. Но об этом чуть впереди. Зовут меня Георгий. Я сотрудник факультета в учреждении математики и кибернетики. Работаю в лаборатории программного оборудования, чтобы это не значило. Я не знаю, что такое программное оборудование. Вот. Еще я сотрудник компании Базальт СПО. Мы делаем российский дистрибутив Линукс. Вот. Может быть, кто помнит словосочетание Альт Линукс, так это вот наш комьюнити. И у нас будет некоторое количество Альт Линукса с вами, ну или просто Линукса перед глазами, в частности, то, что вы видите сейчас. Вот. Ну, в целом, что еще про меня следует знать? Про меня следует знать, что я вот этот спецкурс про Python читаю уже в пятый раз. Вот. И мне это несколько надоело, но пока еще нет. Вот. Что у нас будет продолжение в следующем семестре, которое называется разработка приложений на Python. Вот. И что, скорее всего, в этом семестре я еще запущу спецкурс, собственно, по Линуксу. Точнее, по программированию на оси. Но это на это будет отдельно. Значит, помимо непосредственно трансляции у нас есть каналчик в YouTube, как вы могли заметить, в котором будут выкладываться обработанные, слегка смонтированные версии того, что я делал. Вот. Ну и, собственно, это, наверное, примерно все. А сегодня у нас разговор про Python. Точнее, у нас вводные лекции про Python, потому что сегодня 1 сентября. Всех, кстати сказать, с днем знаний. Вот это все. На самом деле довольно тоскливо отмечать 1 сентября в дистанционном режиме. Все-таки 1 сентября – это время встречи. Вообще, начало учебного года – это время встреч друг с другом. Вот это вот и вот таких вот вещей. Но я надеюсь, мы еще с кем-нибудь довстретимся. Сразу отвечаю на вопрос. Нет, к сожалению, в этом семестре не запланировано пока низкоуровневое программирование. Если мне хватит пороху, в следующем семестре я попробую воспроизвести свой курс, который был по MIPS, но на базе RISC-5. Но, возможно, пороху мне не хватит и придется отложить это на следующий учебник. Вот. Вводная лекция, как видите, достаточно такая набла-бла. Я немножко расскажу про то, как я вообще понимаю питон, зачем вообще про него разговаривать и что в нем есть такого, что нам с вами может понадобиться в дальнейшем. Ну, еще немножко расскажу про то, что будет происходить в нашем курсе. Значит, ну, собственно, про питон. На самом деле особо сильно распространяться по-хорошему смысла нету, потому что все, что нужно, про питон написано чуть ли не в Википедии. В принципе, во многих случаях Википедия далеко не последний ресурс, когда нужно себе составить представление о чем. Поэтому, наверное, я начну даже не с Википедии, не с истории питона, а с человека, который за этим стоял, с Гвид Ван Росума. Вот. Попробую сделать акценты не на том, что вы можете высчитать, так сказать, линейно из Википедии, а на том, что мне представляется важно. Значит, ну, что касается Гвида, то вот он какой, прекрасный совершенно, вот, голландец, пиво пьет. Человек, который довольно много занимался, особенно поначалу в образовательной среде, собственно, сам язык питон возник из такого игрушечного языка программирования АБЦ. Здесь это не написано, можно сходить на статью про питон, почитать, вот, вот здесь, да. И уже так, году в МНЕ, да, в 94-м году у языка программирования питона уже вышла первая версия, да. Так вот, к чести Гвида надо сказать, что помимо того, что он вдохновился вот этим учебным языком программирования, который являлся интерпретатором, уже к первой версии питона, к 94-му году, он носовал туда всяких интересных вкусных плюшек, за которые, собственно, мы питоны любим. Ну, в частности, там уже были лямбда-функции и базовая поддержка функциональщины, там уже были словарики, кажется, были словарики к 94-му году и списки, которые тюбли, вот, константные. Вот, и вообще, несмотря на то, что язык питона считается, питон один считается языком игрушечным, я так и написал в плане, как видите, да, игрушечный язык, вот, значит, несмотря на то, что язык считается игрушечным, на самом деле в его, так сказать, репрезентации, то есть, то, что он уже умел к 94-му году, оно впечатляло, на большинстве языков программирования такого не было, возможно, даже и не предвиделось, или моделировалось специальными, там, классовыми, обмазалось специальными классами, вот, а в питон это было зашито в синтаксисе. Вот, надо сказать, что даже на питоне 1.0, там и сам появлялись всевозможные интересные разработки, игрушки писались на питоне, как сейчас помню, вот, на 1.0, вот. Вот, один из лучших слэшеров 90-х годов, который назывался Blade of Darkness, был написан на питоне, какими-то, значит, испанцами, вот. Ну, не важно, важно то, что даже в таком своем формате язык был вполне юзабелен, остроумен и очень неплохо написан на языке программирования C, это я возвращаюсь к личности Гвида. Вообще, я считаю, что Гвида очень хороший программист на C, и если вы хотите поучиться программировать на C, загляните в исходники питона, в исходники его модулей, тех модулей, которые реализованы на C, и вообще попробуйте ради, так сказать, прокачивания скилов, попрограммировать какой-нибудь модуль для питона, пользуясь той дисциплиной программирования, которая введена для питоновских модулей. Вот. Вы увидите, что внезапно программировать на C можно почти как на питоне, в том смысле, что обезопасить себя от разных неприятных происшествий, вот, связанных там с памятью, еще кое с чем, да, но только нужно соблюдать дисциплину, а язык, за вас дисциплину будет соблюдать сам, я имею в виду питон, но об этом тоже впереди. Значит, это был 94-й год, а уже к 2000-му году, когда язык питон-1 заматерел, был выпшен питон 2.0, вот, в котором стало очевидно, что Гвидо не только хороший программист на C, но еще, в общем, очень неплохой проектировщик языков, в том смысле, что он довольно хорошо улавливал, откуда дует ветер, что хорошо бы, удобно бы иметь под рукой, когда ты делаешь свой собственный язык программирования, вот. Вот, и опять то, за что мы любим питон, ну, по крайней мере, я, начал активно включать в язык всякий синтаксический сахар, типа списковых сборок, это когда вы конструируете список прямо из командной строки с помощью такого циклического, циклической операции, вот. Ну, и вот, вот таких штук. Вот, кроме того, в питон была добавлена, как вот пишет мне Википедия, сборка мусора, генераторы, и вообще Гвидо все это время занимался тем, что добавлял в питон всякие современные на те поры инструменты программирования, причем иногда добавлял в синтаксис, иногда добавлял просто в систему базовых модулей, ну, в общем, добавлял. Вот. Что касается сборки мусора, то, разумеется, она была всегда в питоне, ну, потому что, как мы сегодня попробуем поговорить, если успеем, питонские объекты в принципе устроены так, что мы за ними, скажем так, следим в уме, да, учет существования объектов в питоне делает сам интерпретатор. Вот. Проблема в том, что в версии 1 никакой, никакого искусственного мозга по отслеживанию странно устроенного мусора в питоне еще не было, ну, потом эта проблема, разумеется, возникла, когда стали писать большие и очень большие программы на питоне, вот. Она состоит в том, что, если вы используете классическую технологию reference count для сборки мусора, то никаких проблем в том, чтобы завести 10 ссылок на объект, а потом их по одной удалить и вместе с последней удалить, нет. Проблема начинается тогда, когда у вас образуются циклически ссылающиеся друг на друга объекты, а ссылается на б, б ссылается на а, и невозможно удалить один из них, не сделав ссылку нерабочей, да, то есть надо удалять сразу два. Вот. Такого инструмента в питоне в принципе нету, да, то есть, а он есть, но он связан как раз с искусственным мозгом, да, выявление таких вот ссылающихся друг на друга, но не упомянутых в текущем активном ходе объектов, ну и что-то с ними надо делать. Вот. Поскольку эта штука приводила к ликам, она была добавлена во втором питоне, и вот. Значит, второй питон продержался аж до прошлого года в качестве живого языка программирования. До сих пор на нем пишут всякие штуки. Вот. И прежде чем я расскажу про третий питон, я еще расскажу про гвиды и сообщества, потому что на самом деле вот так вот спроста запилить свой собственный язык программирования и добиться его мировой известности, это, в общем, задача не для обычного программиста, и даже не для обычного там университетского работника, и тем более не для человека, который умеет изобретать языки программирования. Потому что способность изобрести язык программирования категорически не равна способности организовать вокруг этого языка программирование сообщества. Что сделал Гвид? Гвид сделал три очень важные вещи. На те поры, конец 90-х, начало 2000-х, эти вещи были просто основополагающими. Вот. Во-первых, он, ну, разумеется, сделал достаточно качественный язык программирования и сумел подбить какое-то количество народу на его портируемость. Питон на сегодняшний день спортируемый вообще на все, что шевелится. Он есть на всех архитектурах, на телефонах, на каких-то странных железяках, на кофемолках. В общем, Майкер Пайтон есть черт знает на чем. Короче говоря, помимо того, что сам язык достаточно остроумный, его портирование – это не такая уж сложная задача, особенно портирование подмножества какого-нибудь. Вот. И этим самым он привлек в сообщество сразу много людей. Во-вторых, он завел достаточно гибкую дисциплину по разработке самого языка. Это очень важная вещь. В Питоне никакие изменения не принимаются путем… Я сказал, что будет вот так вот все терпите. Вместо этого… Сейчас я найду какой-нибудь ПЕП. Ну вот они, да? ПЕП-индекс. Вместо этого в Питоне принято все решения по изменению языка, инфраструктуры, полиси, дисциплины программирования, чего угодно, обсуждать с помощью специальных механизмов, которые именуются Python Enhassment Proposals – ПЕПы. ПЕП – это четко сформулированное предложение сделать то-то и то-то с языком, инфраструктурой, списком модулей, полиси и так дальше, в котором должен присутствовать так называемый рейшеналя, то есть обоснование. Давайте посмотрим какой-нибудь ПЕП. Ну, например… Ща. Вот вам, пожалуйста, ПЕП в стадии разработки. Типа, задержан. Вот. Кстати, не последний человек его предлагал, Марк Хасси. Значит, описание ситуации. Вот. В частности, тут предлагается вводить операторы, которые будут уметь работать с неопознанными значениями. То есть у вас есть реальные значения, а еще есть ноун. И вот некоторые операторы могут понимать, что у вас в качестве параметра проезжает там, скажем, не объект, а целочисленный, а ну. Вот. И дальше они… Дальше предлагается ввести некоторое количество операторов, которые понимают, что один из параметров может быть ноун. Вот. И умеют с ним работать. Дальше предлагается пример, как это может выглядеть. Дальше предлагается… Ну, там до этого предлагается еще обоснование, почему это должно быть. И идет обсуждение. Обратите внимание на то, что, скажем, в этом 505 ПЕПе многие идеи, которые предлагались, были обсуждены и выброшены, потому что они, в общем, не очень хороши. Вот. В частности, ПЕП-505, как видите, до сих пор обсуждается. Этот… Я выбрал первый попавшийся, честно признаюсь. Давайте какой-нибудь найдем… Accepted ПЕП, успешный. А вот, вот же, прекрасный 572 ПЕП, который был предложен в 2018 году, а принят только в Питоне 3.8. Это операторы присваивания внутри операции. Значит, в Питоне, вообще говоря, до 3.8 Питона не было операторов присваивания. Вот. Но они иногда нужны, когда вы хотите, чтобы вот это переменное, вернее, это имя получило вот это значение прямо внутри выражения. То есть, это такая операция присваивания, как в СИ, чего, собственно, раньше в Питоне не было. Вот его предложили в 2018 году. Два года обсуждали. Было отринуто какое-то количество идей. Вот. Ну и в конце концов, здравый смысл победил. Ну и, значит, оператор присваивания был при. И такая дребедень целый день. Обратите внимание, что этих ПЕПов в Питоне очень много. Ну да, вот тут делают замечание, что Питон не портирован на 8-битные контроллеры. Да, действительно, не портирован, потому что это было бы слишком тяжело. Всё-таки Питон – это высокооруженный язык программирования. Разумеется, можно попытаться что-то в 8-битном пространстве намутить, но всё-таки весовая категория не та. Так что да, мне кажется, что и на 16-битную архитектуру Питон портировать довольно тяжело, хотя неизвестно, насколько в 16-битной архитектуре на сегодняшний день есть потребность. Итак, Гвида навёл достаточно неплохой порядок в общественном обсуждении изменений. Эти изменения, как видите, бывают трёх видов – успешные, неуспешные, как это сказать, и подвешенные, которые ещё не закончились. Второе, да, и третье, что сделал Гвида при организации комьюнити – это, он, видимо, сделал это не сам, он потом признаётся, что он, в общем, не очень-то хотел, попал в роль так называемого добровольного пожизненного диктатора. То есть сначала идёт обсуждение, потом люди начинают друг друга метать различными веществами, потому что они друг с другом не согласны, а потом они приходят к выводу, что они не могут договориться, говорят, Гвида, спасай нас. Приходит Гвида и говорит, сделаем так, потому что я так решил. Только в этом случае. Это, кстати, довольно нормальное, особенно для дисциплины разработки нулевых годов, нынешнего Целесия, я бы сказал, нормальная, успешная модель организации свободного сообщества, когда люди в достаточно гибких рамках друг с другом спорят. Если они понимают, что они циклят, они взывают к некоторому богу из машины, в данном случае Гвида. Гвида выскакивает из своей коробочки и говорит, глядит на право, глядит на лево, говорит, принимаем решение такое-то или отвергаем это решение, потому что я так хочу. Вот в этом своем виде добровольного пожизненного диктатора он просуществовал до 2018 года, когда внезапно выяснилось, что уровень проникновения в тему некоторых членов сообщества настолько велик, что они отлично справляются с проблемой без Гвида. Настолько хорошо, что вот они залипают, вот они взывают Гвида, Гвида приходит и говорит, давайте сделаем так, а они продолжают друг с другом спорить, находя еще больше аргументов. Гвида сказал, окей, ребята, вы справляетесь лучше меня, давайте я не буду вам палки в колеса вставлять, и больше я не пожизненный диктатор, давайте придумать новый способ управления сообществом. Вот, новый способ управления сообществом – это пепы восьмитысячного образца, вот, есть такой стерлинг-каунсел, который избирается, кажется, ежегодно, вот, из самых уважаемых членов комьюнити, вот, ну, вот этот стерлинг-каунсел на сегодняшний день, по-моему, состоит из пяти человек, вот, это все очень известные люди, в него внезапно вошел сам Гвида, вот, было время, когда он туда не входил, отдыхал, вот, вот, он вообще-то первый в списке, но, тем не менее, это уже не диктатура, это такой консилиум из пяти человек, вот, которые уж в пятером-то точно друг с другом договорятся, например, голосованием с запретом на воздержавшихся. Очень легко, да, если у вас нечетное число человек, очень легко договориться обычным голосованием, если в нем нету понятия воздержавшихся. Так что вот, в результате этого, возвращаемся к теме, да, нашей, в результате этого язык распространился настолько, что к, скажем так, концу 2000-х нулевых годов, да, сейчас посмотрим, когда она вышла, да, вот, 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 к концу нулевых годов стало абсолютно ясно, что питон – это уже очень взрослый язык программирования, на котором фигачатся, в том числе, огромные системы, вот, и пора бы кое-какие детские болезни, не очень страшные, но, так сказать, видимые, в нем преодолеть. В частности, во втором питоне была достаточно остроумная, но все-таки очень игрушечная объектная модель, и там давно придумали новую, но она все еще носила тетло New Object Model, вот. Ну и кое-какие, кое-какие стратегические вещи, типа нормальной поддержки Unicode, вот, вот, потому что питон второй был по определению однобайтовой, в смысле, кодировки, вот, а многобайтовая кодировка – это было либо специальный тип Unicode, либо, там, кодовые таблицы, ну, вот это вот все, да, и еще кое-какие стратегические решения нужно было менять. Поэтому к концу нулевых годов, точнее, вот, мы видим, что в 2008 году уже вышел питон 3.0, так называемый питон 3.0, который был уже даже несовместим по синтаксу с питоном 2, вот, именно по той причине, что накопилась критическая масса изменений, которые в промышленном языке программирования обязаны существовать, вот, а в питоне 2.0, при его необычайной уже популярности к концу нулевых годов, они приживались плохо. Вот, значит, ну вот с тех пор питон 3 существует, в прошлом году питон 2, кажется, больше перестал поддерживаться вообще, вот, или там только security обновления, а может быть и они не существуют. Вот, я одно время ванговал, что питон 2 будет еще жить, потому что есть медленно развивающийся, но популярный проект написанный на питоне 2, но нет, люди довольно оперативно перешли на питон 3, потому что, несмотря на различия синтаксиса, рефакторинг – это не такая уж сложная вещь, вот, за исключением, там, всяких мелких извращений, которых, естественно, на питоне предостаточно можно было сделать, вот, так что на сегодняшний день питон 3. Очень коротко, потому что у нас мало времени, и потому что мы, как это сказать, еще будем потом весь семестр этим и заниматься, что собой представляет питон? Питон – это интерпретируемый язык программирования, хорошо это или плохо, вот, причем интерпретируемый настолько, что вы всегда можете… тут не очень новенький питон, извините, но… хотя нет, достаточно новый, достаточно новый, вот, значит, настолько интерпретируемый, что вы всегда можете просто запустить бинарник питона и начать в нем программировать, но это, правда, не совсем программа, вот, потому что вам, значит, интерпретатор сказал, что… кстати, а что он сказал? Он сказал, что такого имени нету, то есть, синтаксически эта строчка верная, в пространстве имен можно поискать имя под названием SDFG, оно там отсутствует, и вот в этом-то, собственно, ваш ашет, да? Вот так вот на самом деле делают, вот, вот, вот это синтаксически неверно, да? Ну, вы можете написать и программу какую-то, и вот так можете написать, да? И что-нибудь такое… ну, что такое… и даже отредактировать… вот… ну, то есть, как видите, питоном можно пользоваться как калькулятором, причем калькулятором вполне сносным, вот вам умножение строкное число, да, и… если уж на то пошло… так, что-то вот так вот должно быть, да? Вот, вот вам какие-нибудь… синусы… ну, короче говоря, калькулятором, он и есть калькулятором, вот, что удобно в питоне, как в интерпретаторе, что вот эта вот фаза интерпретации, вообще говоря, отличается от фазы выполнения программы на питоне только одним. Программа на питоне сначала приводится в промежуточный байт-код, который в точности эквиваленция вашему коду на питоне только представляет собой внутренний код для стековой машины питоновой. Вот, а во всем остальном, то, что вы делаете в интерпретаторе, абсолютно равноценно тому, что вы пишете в программе. То есть вы всегда можете остановить программу, поотлаживать что-то в интерпретаторе и, значит, пойти дальше. Ну, вернее, не так, перезапустите. Вот, еще важная вещь в питоне, как в интерпретаторе, это встроенная документация. Вот, то есть вам даже на сайте ходить не нужно, чтобы почитать что-нибудь такое или даже вот такое. Ну, то есть вот когда я буду увидеть, когда я буду показывать в лекции примеры, если только, если это не пример, собственно, программ с какими-то хитрыми алгоритмами или там классами, да, то простые синтаксические конструкции можно показывать прямо в интерпретаторе и никто вам этого не запретит. Вот. Если мне не изменяет память, есть и более развесистые интерпретаторы, скажем, вот такие, которые называются Bapython, которые отличаются тем, что... Ай, ай, не умею им пользоваться. Да ты еще. Ну, неважно, не умею. Вот, и тем не менее, обратите внимание, что мы построили синтаксически верный цикл, даже несмотря, что функция print была не вызвана, вот, ну и да, это объект, вот он этот объект, его вывели. Вот, зато тут есть раскраска, подсветка синтаксиса, help волшебный. Вот, ну и так дальше. Интерпретатор. Разумеется, Python ценен не только этим, просто в него легко заходить с этой стороны. Понятное дело, что все большие программы, все большие проекты на Python пишутся именно как на языке высокого уровня, объектном и так далее. Вот. Еще одна важная фишка Python – это duck typing. Давайте я вам покажу все-таки. Вот. Или, говоря по-русски, неявная динамическая типизация, которая состоит в том, что все объекты Python строго типизированы. Невозможно, именно так, невозможно вызвать функцию. Не так. Невозможно вызвать, скажем так, метод объекта, подставив туда в качестве базового объекта другой, объект другого типа. То есть, когда мы пишем там 3 плюс 4, 3 плюс 5, это плюс типа int. А когда мы пишем bl plus bl, это плюс типа str. И невозможно в операцию, сейчас скажу, вот так вот. Невозможно сюда добавить вот. То есть, все объекты строго типизированы, но эта типизация относится к, собственно, объектам и не относится к именам этих объектов. Имена могут связывать какие угодно объекты. Мы можем написать вот так вот. Мы можем написать вот так вот. И то же самое относится к функциям, которые вы определяете в питоне, поскольку передача параметров в питоне происходит по соиспользованию, то есть фактически по ссылке. Только ссылка сама по себе не генерируется, мы просто передаем либо имя, либо соответствующую, ну, скажем, уже имеющуюся ссылку, например, элемент списка. Вот. Так вот, поскольку передача параметров в питоне происходит по соиспользованию, то все, что нужно для передачи параметров в заведение нового пространства имен, а имена, как мы уже говорили, не имеют типа. Так что мы можем написать что-нибудь вот такое. Вот. А можем вот так написать. Обратите внимание, что нашей функции ADDDD совершенно все равно, какого параметра ей приехали, какой типа ей приехали параметры. Если операции умножения на число и сложение для этих параметров определены, то и хорошо, и все будет работать, и все будет хорошо. Да, вот давайте еще что-нибудь такое вот. А, не ту скобочку поставил. О, вот вам, пожалуйста, та же самая операция над другими типами, да. То есть, нет, никакого адреса в памяти не существует. Это низкоуровневая штука, которая противна понятию абстракции. Потому что, если вы пишете Python не на SE, например, на Java-машину, то там будут не адреса в памяти, а идентификаторы Java-объектов. Но элемент массива тоже является объектом, мы об этом еще поговорим. То есть, в Python на самом деле, это вот часть последнего, чего я хотел сказать, но у нас уже время нас... А, нет, еще не поджимает, но тем не менее. Короче говоря, в Python в принципе очень мало таинственного, он очень простой. И, например, с точки зрения Python вопрос, вот это противоставление или, которое в вопросе фигурирует, оно не имеет смысла. Это вообще одно и то же. Поэтому не или. Все есть объекты, все суть объекты. Элементы массива тоже суть объекты, и массив, собственно, их связывает все. Но мы это все увидим. Короче говоря, утиная типизация. Да, почему утиная, почему duck typing? Ну, потому что, если, с вашей точки зрения, утка это то, что крякает и плавает, то все, что крякает и плавает, это утка. Даже если оно при этом отстреливается, лязгает там, не знаю, и периодически распадается на 6 частей, а потом собирается обратно. Поскольку этих свойств вы не предполагали, а предполагали, что он будет крякать и плавать, то если вот оно крякает и плавает, то это утка. Вот в этом смысле утиная типизация. Если оно складывается и умножается на 2, то все, это нужный, хороший, годный параметр для нашей функции ADDD. Такие дела. Про Гвида я уже сказал, что в тот момент, когда он определил, что сообщество, скажем так, с лучшим эффектом управляется само, он слегка отошел в сторону, и теперь, значит, вот этот самый консилиум управления питомцами. Объектная модель в питоне очень гибкая и волшебная. Она абсолютно естественная. Я, наверное, модифицирую после того, как лекция закончится, дам ссылочку на один скетч свой на этот счет. Но этот скетч мы еще увидим, когда будем говорить про объект в питоне. Главное, что нам следует знать, что вся концепция объектного планирования программ в питоне поддерживается. Соответственно, весь это вот три главные, да, там, наследование, полиморфизм и инкапсуляция, разумеется. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Вот в Википедии нам еще говорит слово абстракция. Вот. Но об этом мы поговорим потом. Почему в Википедии появилось еще слово абстракция? На мой взгляд, абстракция и так должна была быть там. Вот. Не важно. Важно то, что питон в этом смысле очень, язык очень неплохой и вполне себе интуитивно понятной объектной моделью. Вот. Ну и, соответственно, все, что связано с планированием больших проектов на питоне, отлично поддержана эта модель. Он объектный ритей. Вот. Я уже говорил, что в питоне дикое количество токсического сахара. То есть, многое из того, что мы хотим сделать, записывается на питоне в одну строчку, а в языках более низкоуровневых в 5-6. Вот. Ну, что-нибудь такое, да. Мой любимый пример. Мой любимый пример. Что? А? Да что ж такое? Что не так? Скобочку забыл поставить. Забыл поставить скобочку. Сейчас поставлю. Что мы имеем с гуся? Мы имеем циклический конструктор. Вон он внутри. Он нам соорудил нечто, что в питоне называется списком. На самом деле это не список, а динамический массив. Вот. Но в питоне он называется лист. Соорудил его из вот такой последовательности. Пройдясь по ней циклом, отфильтровав из нее только нечетные элементы. Да, спасибо, да. Идамина коэмсуляция. Отфильтровав из нее только нечетные элементы, дальше сформировав из них арифметический результат рептического выражения. Ну, собственно, вот получается вот такая ерунда. Это называется списковая сборка. И это довольно компактная штука. Как видите, хорошо читаемая в одну строчку. Ну, представьте себе, что бы было, если бы мы использовали какой-нибудь олдскульный язык программирования, где вот вся вот этого синтаксического сладострастия просто не предусмотрен. Вот. И такого в питоне, в общем, очень много. Я постараюсь все такие фишечки на лекциях показывать. Вот. Умелая политика Гвида как комьюнити-менеджера привела к тому, что на сегодняшний день, помимо самого языка программирования Python, помимо... Сейчас посмотрим, сколько модулей в питоне. Ну, что-то порядка полуторста, может быть, чуть меньше. Более сотни стандартных модулей, которые включены в любую дистрибуцию питона в принципе, существует еще портальчик, который называется PP, точнее PP, на котором люди публикуют свои работающие, оформленные согласно дисциплине и даже частично проверенные на безопасность модулях. Вот. Коих... Да, коих, коих, коих у нас на момент отчтения этой лекции 259 тысяч опубликованных на PP модулей. Вот. Ну и больше двух миллионов, собственно, релизов. То есть у каждого из этих модулей есть версионирование. Да, вот эти версионирования, как видите, ну, как полагается, в среднем по 10 версий на каждый модуль, потому что есть очень много модулей однодневых, да, есть очень много модулей сдельные стоят. Вот. То есть современное понятие о решении прикладной задачи на практически любом языке программирования, на питоне-то уж точно, начинается не с того, что вы пишете, как ее решить, а с того, что вы гуглите или ходите вот здесь вот по PP и смотрите, не ищете модуль, который позволит вам ее решить, а выбираете среди нескольких модулей, которые позволяют вам решить эту задачу, тот, который вам более удобный, который лучше поддерживается, в котором лучше документация. Ну, в общем, ройтесь, как богатая невеста в женихах. Вот. Если сейчас ткнуть хотя бы по топику, то есть чему могут быть посвящены модули на питоне. Вот это различные топики. Вот топик текст-процессинг, то есть что-то, что обрабатывает текст, оно находит 70 проектов, которые так классифицированы как текст-процессинг, причем они довольно свежие, то есть там есть, вот давайте по date last updating, пожалуйста, 20 августа, последнее обновление, 30 июля, да, какой-то, какой-то стайл-чекинг. Короче, сначала поиск в пупы, а потом уже утверждений нет таких, моя задача не решается никем, а я буду все писать на коленке с нуля. В этом списке не хватает того, что я уже говорил, в питоне постоянно происходят, постоянно происходят изменения синтаксиса и структуры. Как правило, они, нет, они всегда обратно совместимы, то есть что-то расширяется, что-то добавляется, но старые скрипты на старом питоне работают. Разумеется, если только вы не приняли решение, скажем, переструктурировать целый модуль, да, там поменять имена, такое тоже бывает. Вот, но редко. Но синтаксически все новые версии питона третьего совместимы с питоном третьим старым. Вот. И вот эти самые добавления, которые туда входят, они ну, люди, в общем, держат курс нос по ветру. Лет пять назад в питоне появилась обработка асинхронного синтаксиса, она сейчас очень сильно разрослась. Вот. Еще чуть раньше в питоне, несмотря на его динамическую типизацию, появилась система так называемых хинтов, когда вы можете именно с точки зрения синтакса питона указать, а какого на самом деле вы хотели бы, чтобы был тип параметров и чтобы был тип возвращаемого значения. Этот хинт можно с помощью специальных инструментов прибить, и тогда вы не сможете, ну, будет, питон будет статически специальным языком, но ему тяжело быть статически специальным языком, поэтому скорее хинты – это такие подсказки для программистов. Не передавайте сюда, пожалуйста, комплексные числа, потому что написано, что только целый. Вот такого слова. О том, что на сегодняшний день пишется на питоне, проще узнать с сайта питона, там есть раздел Success Stories. И он огромный. Правда. Я бы даже сказал, что успех питона чрезмерен. Об этом я чуть позже расскажу, почему я так считаю. И это не всегда идет ему на пользу. Ну, скажем так, не на пользу реноме питонистам и людям, занимающимся, и вообще вот этому комьюнити питонистам. Да. Значит, чего я забыл сказать. Сам интерпретатор питон, разумеется, все на него спеки, распространяется под свободной разрешительной лицензией, аналогичной лицензией BSD. Определение свободной лицензии, надо бы сделать здесь ссылочку, но я думаю, что мы, может быть, об этом поговорим отдельно, а может быть и нет. Может быть, про Linux поговорим отдельно. Ну, короче говоря, если кто-то из вас не знает, свободная лицензия – это лицензия, состоящая из четырех, обеспечивающихся четыре главных права человеку, который получает программное обеспечение на основании этой лицензии. Вот. Четыре права – это одно из самых разумных определений, которые мне на свете попадались, сделанные Ричардом Столманом в свое время. Это определение международно признанное, признанное в том числе и в российском законодательстве, поэтому, ну, вот, поэтому. Значит, так вот, свободная лицензия означает, что вы получаете четыре права. Право использования самой программы, право ее изучения и изменения – это значит, что вам доступен исходный код программы, право распространения копий – все это без каких-либо ограничений, то есть та свободная программа, которую вы получили на руки, вы имеете полное право распространить ее дальше. Вот. И право публиковать в том числе и измененные, улучшенные версии программы, то есть вы вносите свой собственный код, дальше вы можете это тоже распространять, как хотите. Вот в этом смысл свободного лицензирования. Обратите внимание, что при этом, например, может быть, от вас потребует сохранять копирайт, то есть говорить, что вот автор такой-то исходный, может быть, от вас даже потребует сохранить вообще все-все-все, копирайты, кто бы не участвовал в разработке программы, значит, с лицензией может быть запрещено модифицировать список этих людей. Вот. Значит, и самое главное в разрешительной лицензии, что вы совершенно не обязаны вот это дальнейшее распространение делать под свободную лицензию. вы можете взять и засекретить. Не так, сделать вашу программу несвободной, распространять даже в бинарнике. Вот. Обратите также внимание, что нигде здесь не написано, что вы не имеете права брать за нее деньги. Разумеется, имеется. Не относящаяся к питону. Питон, напоминаю, лицензия Python совместима с GPL, является свободной, является разрешительной, то есть она соблюдает вот эти четыре пункта. Но если вы опасаетесь за то, что вашу свободную программу кто-то возьмет и начнет продавать, а вы не узнаете, что он там такое хорошего улучшил, вопрос же не в том, чтобы запретить ему обогащаться, это бы хрен с ним, а в том, что он внес какие-то полезные изменения, а вам не показал. То вы можете, не нарушая свободы программного обеспечения, добавить к нему так называемый пятый пункт, который называется капилефт, в котором черным по белому написать, что перераспространение, то есть дальнейшее распространение программы или измененной программы должно происходить с учетом всех этих пяти пунктов, включая вот это. То есть человек не то чтобы совсем не имеет права менять лицензию, но он не имеет права ее ухудшать. Это называется капилефт. С капилефтом дело совершенно отдельное, но я про него вспомнил, потому что хотя питоновская, сам питон распространяется под разрешительные лицензии, похожие на вот эту вот. На сайте ПП вы можете, как видите, найти всевозможные свободные лицензии, в том числе и ГПЛ, то бишь капилефтную, и МПЛ тоже капилефтную, ну и так далее. Давайте удалим. Хорошо, вернемся, значит, к нашему разговору. Еще раз, все вот эти 260 без малого тысяч программных продуктов, которые, кстати сказать, когда я сегодня писал план лекций, здесь было 259 458 проектов, 259 444 проектов. К тому моменту, как я начал читать, тут уже 259 458 проектов. Вот, так что имейте в виду. Значит, сейчас отвечу на этот вопрос. Давайте мы договорим про свободные лицензии. Значит, все модули, которые выкладываются на ПП, все они распространяются под свободными лицензиями, возможно, капилефтными. То есть, вам, как человеку, который собирается решить свою задачу, все они пригодны. Если, конечно, над вами не стоит какой-то страшный работодатель, который там что-то говорит по части лицензирования вашего собственного кода. Понятно, что программа на питоне, она, даже в случае байт-кода, это все равно программа на питоне. Поэтому делать из него просто бинарник смысла особого нет. Вот. Ну и закрывать исходники тоже смысла особого нет. Но в ситуации, когда вам нужно запустить прямо вот питон, питон, в смысле программу, программу, не заставляя пользователя устанавливать питон и делать все что-то еще, существуют специальные программные продукты, особенно под винду они популярны, потому что в винде это, в общем, норма. Когда у вас питона нету, вот. Но если у вас Linux стоит какой-нибудь, то там питон, там, скорее всего, есть. С очень большой вероятностью. Да. Если у вас macOS, то, в общем, не проблема, поставите питон и софт под питон, и еще что-то, ну, сожрет еще немножко диска. Ну, так оно всегда в macOS и бывает. Да. А вот в случае винды действительно может быть ситуация, что программа написана на питоне, питону нет, что делать. Так вот, для винды бывает такой софт, который упаковывает все нужные модули, вашу программу, еще и питон, в один большой экзешник, и вы его запускаете. Так вот. Об этом мы попробуем устроить либо в конце этого, либо в конце следующего семестра прямо отдельное занятие про пакетирование софта на питоне. Вот там это и будет. Вот. Немножко бла-бла, да. Значит, про свободное лицензирование понятно. Вы можете брать любой модуль, сколько хотите, делать с ними что хотите, время от времени даже совсем что хотите, но уж как минимум, уж свободный софт, уж не знаю там, курсовую так точно. Да и не курсовую тоже, да. Любой софт, который распространен по свободной лицензии, может пользоваться питоном, модуле питона как лучше. Где питон применяется? Краткий ответ везде. То есть на сегодняшний день это мега популярный язык программирования, который применяется везде и для всего, в том числе и не всегда по теме, но об этом разговор переносит. На мой взгляд, очень удобный язык для обучения. С одной стороны, как я уже говорил, питоновское сообщество проявляет довольно много энергии, вкладывает довольно много энергии в то, чтобы актуальный на сегодня питон соответствовал актуальным на сегодня требованиям к процедурному языку программирования, поддерживающему объектный подход. И соответственно, всякие модные фишки типа итераторов, там не знаю, вот тех же самых осинков, вот это вот всего. декораторов, питон есть. А с другой стороны, в него довольно легко заходить, то есть вы видели, интерпретатор запускаешь, уже что-то работает, программу из 10 строчек пишешь, она уже что-то осмысленное делает. То есть обучать питону довольно легко, и это делает его очень неплохим учебным языком программирования. Единственный недостаток питона, как любого современного языка программирования, разумеется, человека с нуля всему питону научить там, ну не знаю, за 14 занятий нельзя. Вот всему, не знаю, Паскалю можно, всему Си можно, потому что, собственно, они маленькие. Ну, синтаксически я имею в виду, Си и Паскаль. Да? Вот. А любой современный язык программирования, особенно стремящийся улучшить быть программистом, убытых программистов путем добавления туда всяких полезных штук, состоит из изучения не только, собственно, основ алгоритмизации, да, но и основ этих, ну и этих полезных штук, без которых, в общем, язык становится умыл. Вот. Ну, так что наши, наши там 14 занятий, которые у нас будут, они будут посвящены направлениям, которым вам следует копать, а копать будете сами. Хорошо? Вот. Еще одно применение, где питон чертовски эффективен, это как язык склейки. То есть у вас уже есть какие-то работающие системы, между ними надо наладить интерфейс. Веб-интерфейс, программный интерфейс, через пайпы, через черта лысого, через почтовых глубин, не важно. Важно то, что если алгоритмическая часть не очень большая и не нагруженная, и вам, я имею в виду алгоритмическая часть вот того, чем следует склеивать, да, там привязать, не знаю, какую-нибудь базу данных к веб-интерфейсу, еще что-нибудь такое. Вот. То на питоне делать вообще на раз-два, тем более, что у вас в вашем распоряжении 240 тысяч модулей, вот, из которых некоторые вам подойдут. Вот. А самое главное, что питон кроссплатформенный, не написал я это здесь, надо было написать, что он еще и кроссплатформенный. То есть он есть подо все, и не просто есть подо все, да, а он везде одинаковый. Ну, за исключением, разумеется, той части, которая работает непосредственно с операционной системой. Так что ваш склейка будет одинаково неплохо работать и там на C, на, господи, Windows, C, на MacOS, на Unity, на Linux, где хотите. Вот. Разумеется, до той поры, пока вы пользуетесь кроссплатформными инструментами, а если вы это делаете специально с привязкой к конкретной платформе, вот, то, ну, понятное дело, проверяйте, какая платформа, делайте привязку. Очень большую популярность Python приобрел в такой области, которую я назвал тут одноразовым программированием. То есть, напиши и выбрось. Это могут быть, ну, понятно, не однострочники все-таки, однострочник на Python это, ну, упражнение такое, вот, но программы на один экран, которые бессмысленно поддерживать, отлаживать, вот у вас есть задача. Вы, хватит один модуль, хватит другой модуль, хватит третий модуль, которые эту задачу, собственно, решают. Вам осталось только проложить вызовы методов из этих модулей вашим алгоритмом простейшим, да, там, допустим, что-то всосать из базы, как-то математически это пожевать и куда-то это выплюнуть. Вот вам три модуля, работа с базой, математика и работа с выходным форматом. От вас остановится, остается только запрограммировать вот это самое как-то пожевать и получается программа на питоне, которая делает уже что-то разумное. На питоне, разумеется, можно делать графический интерфейс, есть целая куча библиотек, гуевых для питона, всякие игрушки, вот, вот, сеть, веб, ну, не буду повторяться, мы уже говорили, что любое направление питоном закрывается, да, хитрость именно в том, что поскольку питон достаточно высокоуровневый и код на питоне, в общем, очень компактно вывезет и читаемый, то написать на колене программку, которая сработает и вы ее воспользуетесь и на этом вы, собственно, будете удовлетворены, это такое типичное, типичное использование питона. Еще одно интересное свойство питона, на нем можно писать, ну, скажем так, нулевые версии проекта. То есть, предположим, ваш проект включает в себя какое-то дикое распоролирование, масштабирование, какой-то блок, который должен выполняться ужасно эффективно, с точностью, да там, с экономией миллисекунд, а может быть, даже микросекунд, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Прежде чем начать писать все это на различных языках программирования с использованием различных фреймворков, вы можете попробовать сделать макет на питоне. Потому что вся логика такая-сякая математическая, вебовская, сетевая в питоне есть, вы получите макет, который уже как-то работает и увидите, в каком месте вам действительно нужно было экономить микросекунды, а в каком месте вам питона достаточно, в каком месте вам действительно нужно рассчитывать на какую-то гипермасштабируемую площадку, а в каком-то месте каких-то стандартных средств масштабирования на том же питоне вам тоже будет достаточно. Вот. Потом берете этот макет, определяете в нем вот эти тонкие места, переписываете их соответственно на C, на Go, на Opic, Amazon, еще на чем-то вот таком и получаете работающий проект. Макетируем. Дико просто взрывным образом эволюционирующая за 2000-е годы область применения питона это предметные области специальные. Абсолютно любые. Я, как правило, в лекциях привожу пример ежеводства, но это фабрика фермы по разведению ежей. Вот. Да, вот как ну вполне себе такую маргинальную область. Да? Вот. Но будьте уверены, что если бы такая область существовало разведение ежей разноцветных, я имею в виду, то под нее были бы какие-то модули на питоне, потому что и об этом наш будет чуть-чуть более следующий разговор, потому что основы какой-то вот примитивной алгоритмистики на питоне они простые, это можно там школьника научить, причем не сам в умного. А обилие модулей, которые уже решают некоторые поставленные под задачи, позволяет намазать вот эту свежевыученную простую алгоритмистику на функциональность модуля и получить уже готовое решение. Поэтому специальные предметные области они просто кишат сейчас различного качества поделями на питоне, доходит знаете до чего? Вот есть такой язык программирования R для статистики и вообще обработки данных. Так вот, сейчас есть такой тренд, что часть задач, которые раньше решались на R начинает решаться на питоне. Несмотря на то, что R действительно более удобный язык для обработки данных, но программистов на питоне больше, фреймворков для обработки данных на питоне дофига, и вот эта вся новая модная область, которая называется как она называется? Data analysis, прикладной анализ данных. Она состоит из питона чуть ли не наполовину. При этом в интернете популярны мемчики про вот этих data сатанистов, про то, что они в общем такие гопники, которые ничего не знают, просто умеют применять 100-500 каких-то математических методов, вот это все. Это, конечно, неправда. Вот я видел, как учат data сатанистов, но что-то в этом есть. То есть соблазн не быть нормальным программистом не соблазн, а карма такая, не быть нормальным программистом, но уметь сваргать что-то на питоне, которое она работает, она в общем над питоном нависает такой мрачной тучей, об этом разговор чуть впереди. Еще к питону есть довольно сильная претензия, что на нем тяжело писать большие, сверхбольшие системы, потому что программирование на питоне это в большой степени дисциплина внутренней дисциплины разработки. Но сравним питон с каким-нибудь интерпрайзным языком, на котором пишутся интерпрайз-система, например, с джава. В джава есть понятие интерфейс, которое описывается отдельно, в джава статическая типизация, в джава дофига возможных ошибок проектирования, или точнее недочетов, как это, не ошибок, а описок проектирования вылавливается компилятором, вот, ну, чего стоит только ситуация, когда вы обязаны предупреждать компилятора о том, какие именно эксепшны может бросить класс. При этом вам нужно еще сходить куда-то и узнать, какие эксепшны он может бросить. А то вы запустите компилятор, он сам сходит и узнает, и будет вам мозги клепать со словами, а вот этот класс, вот вы унаследовали от него, а он может бросить вот такой эксепшн, а вы не написали. Вот. Зачем это нужно? Затем, что когда вы проектируете сверхбольшую систему, не приходилось, вот, ну, просто из-за закона больших чисел, не приходилось бороться с постоянно выскакивающими такими вот недоглядами. вот. Так вот, за питоном долгое время было закреплено закреплена ниша языка для таких мелких поделок, потому что вот слишком много дисциплины надо наводить, чтобы писать большие сверхбольшие системы. И эта штука меняется. Ну, во-первых, мы уже знаем довольно изрядное количество больших и сверхбольших систем, написанных на питоне или активно использующих питон в том месте, где он удобен. Вот. А во-вторых, с введением понятия аннотирования и с введением дисциплин программирования, которые эти аннотации не позволяют обходить, вот этот недостаток, так скажем, жестких рамок при проектировании реально больших систем на питоне, он, в общем, может быть, обходится. Я грешным делом не искал, не успел за сегодняшний день поискать, есть ли какие-то специальные дисциплины программирования для проектирования сверхбольших систем, но, повторяю, я не думаю, что в сегодняшнем питоне с его синтекисом это действительно большая проблема. Так что, а уж системы просто большие, а не сверхбольшие на питоне, слов сплошь и рядом проектируется, он пойдет и посмотрит, какой-нибудь жанр. Вот. Значит, важная тема, программа, которую я очень хочу попробовать протащить через нынешний спецкурс, чуть больше ее педалирую, чем раньше, это то, как легко написать на питоне программу, которая будет противно читать и исполнять. Она у меня называется питонно-непрограммисты. Непрограммисты в данном случае это ругательное слово, это не люди, которые не изучали программирование, а люди, которые, как это сказать, программируют, как если бы они не изучали программирование. К сожалению, вот по причинам, которые я уже говорил раньше, питон это язык очень доступный, начиная с молодых ногтей. База его конструкции просты, как в 7 копеек. Классы и классовая модель проста до невозможности и прозрачно. И в совокупности с модулями, которые решают прикладные задачи, у человека, который потыкал пальцем в какие-то простейшие питонские конструкции и в эти самые модули, может возникнуть ощущение, что он уже программист и все умеет. Поскольку при этом для программирования питона не надо осваивать какие-то офигительно замороченные ИДЕ со ста-пистами кнопочками какими-то подключаемыми модулями непонятно откуда какими-то окошками и прочей ерундой, то эта сторона тоже их не пугает, люди прям шмяк-шмяк в каком-нибудь прости господи пычарме, хотя он тоже довольно сложный. Ну, неважно. Короче, шмяк-шмяк скриптик, нажали на педаль, работает. Как в свое время вокруг языка программирования ПХП вокруг питона усиленно создается вот такая, особенно людьми, которым он не нравится. Такая вот аура условно-непрофессиональных условно-непрофессиональной тусовки, которая что-то там такое фигачит. Хочу сказать, что это неправда, что профессионалов-питонистов все-таки больше, чем непрофессионалов. Вернее, не так активно участвующих в жизни комьюнити профессионалов-питонистов гораздо больше, чем непрофессионалов. Вот. И самое главное, это не в укор ПХП говорится, история развития ПХП отдельная тема, но, ну и потом оно сейчас все на джаваскрипт занимается, как я понимаю. Но все-таки питон хорошо спроектированный язык. На питоне можно писать красивые программы. Я даже больше того скажу. вот мною многолетний опыт написания коротеньких домашних заданий на питоне говорит о следующем, что если вы решаете домашнее задание, программа у вас получается длинная и некрасивая, то, скорее всего, что-то неправильно сделали. Потому что если алгоритм очевиден, программа на питоне короткая и красивая. Всегда. это прям инстинкт такой. Начали писать в столбик, написали 20 операторов в столбик, что-то не то вы делаете. Написали какую-то ерунду, которую при чтении невозможно понять, такую замысловатую. Что-то не то вы делаете, наверняка есть нормальный способ это сделать. Такие дела. В общем, всех призываю быть программистами. То есть, пытаться думать на питоне, когда вы пишете программу на питоне. Примеры того, как это делать, я надеюсь, у нас возникнут на лекциях. Просто вот имейте в виду, в этом семестре мне бы очень хотелось, чтобы программа на питоне выглядела, как программа на питоне. Я думаю, что я устрою отдельную лекцию по стилю программирования именно в этом семестре. Мы увидим, что там не так. Отвечаю на вопрос, может ли питон полностью заменить R в анализе и статистике данных. Боюсь, что может, но вообще говоря, не должен. То есть, все-таки R, комьюнити, которая стоит за R, оно специально специально нацелено на анализ и статистику и очень многие подзадачи из области анализа данных в R делаются гораздо более красиво. ну и, скажем так, не гораздо, но, как это правильно сказать, более естественным для такого рода специалистов путем. Почему я сказал, что боюсь, что может? Потому что, на самом деле, вы же понимаете, при наличии нужного количества библиотек и нужного количества программистов любую задачу может быть на ассемблере решить. Или на C, на C любая задача. Как это? Все, что угодно программируется на C++. Понимаете? Вот. Уж лучше на питоне в этом смысле, потому что все-таки C++ для таких крутых C++-ников, а питон для людей. Ну, в смысле, любых. Вот. Но, повторяю, у R есть своя ниша и думаю, что отдать, отдаст до конца, он ее не отдаст. Значит, я уже говорил в начале, что DZ будет такой же, как в прошлых семестрах, а вот практика, к сожалению, только у 321 группы факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государства университета. Я не думаю, что что-то будет новое в четвертой версии питона. Четвертая версия питона будет отличаться от третьей просто тем, что людям надоест увеличивать субмажорную версию, они увеличат мажорную. В последнее время это тренд. Очень многие люди, вот ядро так себя стал вести, там еще что-то, очень многие, очень многие сообщества говорят, ребята, давайте это самое магическими числами не заниматься, у нас тут вышла версия 4.0, но в общем-то это такой 3.11 просто, вот он называется 4.0. Вот. Осталось совсем чуть-чуть у нас, 10 минут, я, наверное, расскажу про личные ощущения, хотя чуть-чуток. Но у меня уже, конечно, не останется времени демонстрации базовых принципов. Значит, главный бонус питона для меня, зачем я вообще, почему я им занялся? Значит, это был год, наверное, 93, фу, нет, 2003, конечно, какой 93, в 93 году не было питона. Я, значит, моим любимым языком программировал, разумеется, C, потому что я с него начинал еще в школе, и до 2003 года программировал я себя спокойно на C, и, ну, и, разумеется, на всяких униксовых, скриптовых языках будет, значит, возникала необходимость что-то за скриптовку. А в 2003 году, будучи, находясь в таком печальном состоянии духа, когда ничего не хотелось, я подумал, а почему мне выучить новый язык? Взял питон. И за 10 суток его выучил. Тут ключевое слово суток. Я не помню, спал я или нет, наверное, все-таки спал, но как-то так просыпался, садился обратно к пульту. Вот. Кстати, что я делал? Я брал вот это, сейчас покажу, что. Вот это. Называется The Patent Tutorial. Читал его, и все примеры, которые там возникают, руками отщелкивал. Прям подряд. Внимательно читал, что написано, отщелкивал руками, экспериментировал, читал дальше, отщелкивал руками, экспериментировал, пока не дошел до конца. В те поры, в 2003 году, Tutorial был раз в два поменьше. Вот. Ну, это значит, что на сегодняшний день для изучения питона вам понадобится не 10 суток, а 20. Ключевое слово суток. Вот. Не такой уж большой, на самом деле, язык программирования, там, с C++ не сравнивается. Такие дела. Значит, значит, сейчас скажу, можно ли этим способом учить другие языки программирования? Я думаю, можно, если есть адекватная выжимка правильная. Потому что, вот, Python Tutorial, он очень грамотно написан, он рассчитывает на известный программистский бэкграунд у человека, такой, достаточно хороший. Вот. И при этом показывает все нужные стороны питона таким образом, что дальше тебе самому хочется лезть. Вот. И ты дальше лезешь. Что касается C, я планирую спецкурс в этом году под названием программирование на C для Linux, точнее, значит, условно такое системное программирование для самых маленьких. Вот. Но там будет не C, а именно что умеет ядро Linux и как под это программировать в смысле в UserSpace. Так, но это другая тема. Вот. Значит, для меня Python главным образом это язык как сказать, все, что вы хотели иметь в C, но не смогли. То есть, вот все те вещи, которые программирование на C, вы думаете, ну вот опять, вот опять все это описывать, вот опять, значит, выдумывать какую-то дешевую пластиковую имитацию объектной модели. Сейчас говорю, не проси плюс-плюс, а именно проси. Вот опять придумывать, как возвратить два значения из функции. Вот опять все эти строковые операции над себями страшные. Вот. Да, примерно так. Вот. То есть, при всем том, что я очень любил язык программирования C, и люблю до сих пор, вот опять в Python полностью закрывается. То есть, ты смотришь, а там не просто, значит, все проще, а еще с каким-нибудь прибамбахом от Гвида, удобненьким, волшебненьким, вот это вот все. Ну, ну, чего стоит только множественное присваивание? Сейчас, вот смотрите. Давайте для красоты даже вот так напишем. Понимаете, да? А между прочим, множественное присвоение Это будет следующая лекция у нас как раз Это довольно важное свойство языков программирования Множественное связывание, точнее И если онова в них нету То это, в общем, некие алгоритмическое упущение Такие дела Вот Это главное Второе, что меня очень привлекает в питоне Это то, что я уже говорил Что, значит, работа с API У нас будет в Следующем семестре И там не будет телеграм-ботов, наверное Просто потому, что Ну, как бы у нас все-таки большой спецкурс Вот И Заставлять всех писать телеграм-ботов Я Вернее, так, небольшой, однобольшой аудиторией Заставлять всех писать телеграм-ботов Я не очень хочу В прошлом году у нас был банальный гуй Ну, кстати, не очень банальный Вот В этом году, видимо, будет тоже гуй Вы понимаете, как пример-то и я могу представить Я тоже писал в телеграм-ботов Вопрос именно в том, чтобы Ну, куча народа этим-то могла заняться Ну, да неважно Вот Второе, что мне очень нравится в питоне Это вот это его свойство Быть красивым То есть вы пишете Вы пишете Программу И просто потому, как она красиво выглядит Вы понимаете, что она правильная И это вот ни с чем не сравнимое ощущение Да, тут я, видимо, думаю на какой-то похожей с Гвида Волне Или он ее продуцирует Или мы учились примерно одному и тому же Не знаю В общем, вот мои ощущения Во всем остальном Нормальный язык программирования Со своими достоинствами Со своими недостатками Вот У меня осталось 4 минуты Про спецкурс, который нам предстоит Значит, 4 минуты я потрачу вот на что Первое Если вы хотите сдать спецкурс Смотрите, пожалуйста, наши лекции Дело даже не в том, что я считаю себя Как меня тут многие называли Чем я несказанно польщом суперкрутым А просто Тот объем данных, которые я вываливаю в лекции Примерно он же Будет востребован потом Там на экзамене Или на следующей лекции Вот Или что важнее На следующей лекции Когда я читаю лекцию номер 2 Я подразумеваю, что все слушатели Знакомы с содержанием лекции номер 1 Иначе Вопросы А что вот это такое И ответы Ну я же в прошлый раз говорил, что это такое Будут Основным содержанием этой лекции Ну, разумеется Даже в такой форме Это лучше, чем отсутствие вопроса Потому что ничего не понятно Вот Так что, пожалуйста, смотрите Я надеюсь, что я буду делать Достаточно подробные планы Примерно такие, как сегодня И если все, что в них написано В этих планах Вам полностью знакомо Потому что вы крутой питонист И вы хотите просто получить оценку за спецкурс Окей Смотрите на план и радуйтесь Но, в принципе Идея посмотреть Лекцию в 12.50 Не такая уж плохая идея Второе Очень важное предупреждение Домашние задания Которые будут выдаваться Со следующего раза В этот раз домашнее задание Будет, разумеется, установить питон Домашние задания Которые будут выдаваться Со следующего раза Надо делать вовремя Таймлайн Там такой Первая неделя 100% оценка Вторая неделя 50% оценка Третья и последующая неделя 25% оценка Это означает Что если вы придете В конце семестра Со словами Ой, я не сделал Ни одного домашнего задания Давайте я во всем сдам Все вам сдам Но даже если вы сдадите все Вы максимум получите Тройку Тройку по спецкурсу Тройку по спецкурсу Понимаете? Это позор На вас пальцем будут показы И при этом вам придется Упарываться Шу пипец Потому что Надо будет сделать Примерно 40 домашних заданий Такие дела Так что делайте домашние задания Вовремя Опять-таки Это будет Способствовать Закрепление Коих-каких знаний К следующей лекции Вот Можно использовать Пычаг Можно использовать Что угодно И третье Важное Замечание Скажу грубо Меня не волнуют Те люди Которым Неинтересно Заниматься Питоном И их оценка Меня тоже не волнует То есть Предполагается Что нам всем Вам здесь Нам всем Вам Потому что Ситуация Когда Ну Как это Я чего-то забыл Рассказать Важное А человек Не посмотрел Выдает в нем Ну как это Несильную Заинтересованность Обвинять его Не в чем Ну как бы Не нравится человеку И не нравится Да Но Ситуация А вот вы нам Не рассказывали Поэтому у меня Не получилось Это плохая ситуация Это Немножко Из детского сада У нас здесь Свободно Это в конце концов Это спецкурс Кто хочет Приходит Кто не хочет Не приходит Такие дела Почему я про это Отдельно упоминаю Потому что Я например Не буду Особо Вдаваться В подробности Вот Ну Низкого набора баллов Да Это же спецкурс Вы можете вполне Получить мало баллов Можете даже вообще Вы не ставите Никаких проблем Ну вот да Хорошо Спасибо Значит Чтобы было понятно У меня нет задач Научить всех Вот Я не умею учить всех Что самое печальное Да Вот У меня есть Несколько знакомых Преподавателей Которые умеют Учить любого Да Они так берут Такую раскаленную ложку Выковыривают Мозг А потом Не просто Не просто закончилось А я кажется Выжил Да Значит Записываться на спецкурс В общем Особо не надо Вам понадобится Зарегистрироваться В системе проведения Домашних заданий Слушайте Я уже два часа С вами беседую Мне кажется Хватит Все Всем пока До следующих встреч Извините Что немножко Продолбал время Я как-то По часам Цифровым Ориентируюсь плохо Надо завести аналоговый Вот В следующий раз Поговорим уже Про питон Как интерпредатор Про объекты Про связывание Ну в общем Как у людей Все Всем привет Субтитры сделал DimaTorzok